Герой нашего времени за 5 минут. Белла. Рассказчик, русский офицер, путешествует по Кавказу. Он знакомится с Максим Максимычем, который рассказывает про Григория Печорина. Когда-то они вместе служили на Кавказе. Печорин влюбился в красавицу Беллу. И он провернул сделку с Азаматом, братом Беллой. Завтрак орает в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня. Хорошо. Обменяв коня разбойника Казбича на красавицу Беллу. Он постарался, чтобы влюбить ее в себя, но ему становилось скучно с ней. Жизнь моя становится пустее день ото дня. И он ходил на охоту. Но вот однажды разбойник Казбич похитил ее. А когда его догнали, он ранил ее и бросил. Через два дня она умерла. Печорин уехал служить в Грузию. Рассказав историю, Максим Максимыч прощается с автором. Максим Максимыч. Вскоре они снова встречаются во Владе Кавказе. А-а-а, Максим Максимыч. Они видят Печорина. Он холодно ведет себя с Максимом Максимычем. Быстро прощается и уезжает. Максим Максимыч обижен и решает отдать дневники Печорина рассказчику. Рассказчик узнает, что по пути в Персию Григорий Печорин умер. И рассказчик имеет полное право опубликовать его записи. Журнал Печорина. Тамань. Печорин в дневнике писал, что он приезжает в Тамань. Тамань очень бедный городишко. Слепой мальчик и девушка оказываются контрабандистами. Ночью они разгружали лодку с товарами сообщника Янка. Печорин говорит девушке, что ему известно все. Девушка зовет его на свидание на лодке и пытается утопить. Печорин спасся, а девушка и Янка уплывают, а слепой мальчик остается на берегу и плачет. В ту ночь у Печорина исчезли вещи. И понимая, что виноват слепой мальчик, Григорий Печорин покидает Тамань. Княжна Мэри. Печорин приезжает в Пятигорск на воды. Там он встречает своего старого приятеля Грушницкого. Там они видят княгиню Люговскую и ее дочь, княжну Мэри. Грушницкий пытается привлечь ее внимание, а Печорин, наоборот, ее избегал, чем и вызвал интерес. Об этом он узнал у доктора Вернера, который его лечил. От скуки Печорин решил влюбить ее в себя, чем вызвал ревность Грушницкого. Доктор рассказал, что у княгини в гостях остановилась Вера, давняя возлюбленная Печорина. Печорин часто ходит к ним в гости и для вида ухаживает за княжной Мэри. Вера потребовала обещания, что он не женится на княжне. Все перебираются в Кисловодск. Однажды, возвращаясь с тайного свидания с Верой, он спрыгнул с балкона, который в одном доме с Мэри. Грушницкий, увидев это, распускает разные сплетни. Печорин вызывает его на дуэль. Он однажды подслушал, что его до этого хотели вызвать на дуэль, без патронов, чтобы проверить его на смелость. На дуэли же он заявил, что пистолеты не заряжены и оружие заменили. Они стрелялись на краю обрыва. Умер Грушницкий. Узнав про дуэль, взволнованная Вера случайно рассказала мужу, что любит Печорина. Муж увез ее из города, и Печорин понял, что любит Веру по-настоящему, и она ему действительно дорога. Погнался за нею и погубил коня. Начальство подозревает его в участии на дуэли. Отправляет его на Кавказ. Перед отъездом он сказал Мэри, что не любит ее. В ответ услышал, что она его ненавидит. Фаталист. В казачьей станице по вечерам играют в карты, и речь заходит о судьбе. Вулич предлагает спор. Он заявляет, что все предопределено. Печорин спорит и ставит на то, что ничего не предопределено. Вулич берет пистолет и стреляет в луп. Пистолет произвел осечку. Вулич выигрывает спор. Печорин по глазам же видит, будто Вулич должен сегодня умереть. В тот же вечер Вулич погибает от шашки пьяного казака. Казак закрылся в доме. Печорин через окно пролез в дом и скрутил его. Казака увели, а Печорин был рад испытать судьбу. Печорина чествовали как героя. Он рассказал про это Максиму Максимовичу, но тот в судьбу не верил. Печорин через окно пролез в луп. Печорин через окно пролез в луп. Печорин через окно пролез в луп. Печорин через окно пролез в луп.